о плюсах и минусах манжетного соединения и как говорится глаза боятся а руки делают и сейчас я проведу новые испытания в которых вы убедитесь что это соединение действительно сто процентов герметичная здорово продаделы прошлом видео вот в этом про герметичные соединения манжета прямом смысле обмочилась ну как это не странно звучит поэтому я решил реабилитировать манжету и показать вам что на самом деле это соединение надежное и герметичное почему я так уверен да потому что уже в своих самоделках я не раз применял такое соединение и она меня не подводила просто есть некоторые особенности в процессе изготовления об этом я расскажу чуть позже погнали как вы помните в прошлом видео вот это нижнее соединение было сделано с помощью клеевого карандаша и клеевого пистолета но она давала течь теперь я заменил клеевое соединение на манжету поглядите как это выглядит вблизи это уже более аккуратно и так скажем более надежно также в прошлом видео верхнее соединение немного подтекало сейчас мы проверим и его я обнаружил причину исправила ее расскажу вам о ней пока набирается вода ребята небольшая рекламная пауза шучу шучу просто ускорю для вас это видео мы можем наблюдать нижнее манжетное соединение она герметична герметична и эстетична все в порядке здесь сейчас дойдет до верхнего соединения давайте пока набирается вода я расскажу в чем была причина протечки этого соединения прошлый раз вот это резиновая манжета она имеет разный диаметр в разных ее частях и на самом деле отверстие немножко прослаблено вот очень важно в этих моментах ребята делать не прослабленное отверстие опытным путем подбирать я могу вам чуть попозже тогда сообщить размеры под каждую манжету то что я делал а вы уже тогда сможете экспериментировать самостоятельно либо использовать мои размеры давайте смотреть что здесь у нас у нас здесь ну конечно уровень воды не очень вас большое давление как бы не сильная но в любом случае это же в общем-то действующая модель фильтра поэтому ну вот я проверяю на нем все герметично все хорошо ставим этой манжете зачет манжета 50 на 40 смотрим манжету здесь здесь у нас тоже сухо как в памперсах у младенца хотя нет памперсу младенца несут тоже все хорошо протечек нет отлично друзья давайте для чистоты эксперимента я задену трубу как будто это в реальной жизни мы задели там сам фильтр корпус либо не знаю трубу и посмотрим вот ли какие-то протечки вот я им потрогал давите толкаю двигаю как в пустыне друзья на у репутация манжета восстановлена я думаю вы сами видели теперь вы можете смело применять такое соединение своих самоделках либо в в дачном где-то хозяйстве а сейчас небольшой спойлер в следующем видео я хочу вам рассказать про 110 манжету и как ее используют вместе со 110 трубой в принципе все то же самое единственное что конечно есть особенности по изготовлению такого диаметра отверстия коронок таких в обычных магазинах не продают нужно только заказывать но попробуем сделать это подручными средствами так что подписывайтесь на канал и друзья ставьте лайки не забывайте ставить колокольчик чтобы не пропустить в том числе и вот это видео ну и как обещал сейчас об особенностях изготовления отверстия в такой вот пластиковой бочке или пластиковой емкой следует обращать внимание на качество проезжаемого отверстия отверстия лучше всего сделать вот такими коронками выбирайте нужную вам муфту подбирайте нужную вам коронку и как говорится глаза боятся а руки делают и кстати друзья напишите в комментариях а как вы делаете герметичные соединения раз два раз два друзья ну а теперь пару слов о плюсах и минусах манжетного соединения сначала плюсы манжеты продаются в любом сантехническом магазине то есть они доступны стоят они недорого от 50 до 150 рублей в зависимости от размера и производителя сделать соединение достаточно быстро просверлил коронка отверстия ставил манжету вы получаете герметичное соединение и при этом она еще и выглядит неплохо друзья но что касается минусов я пока нашел один давайте сделаем так напишите пожалуйста в комментариях минусы манжетного соединения о том какой я нашел минус у этого соединения расскажу в следующем видео когда буду делать вот отверстие под 110 трубу желаю вам удачных самоделок но если у вас уже есть пруд или вы хотите его построить то я рекомендую вам посмотреть вот эти видео и не забывайте подписываться на канал и ставить лайки